Радикальное объединение ВЛТБ ЛННК. До последнего момента интригой наслаждались политики из объединения за хорошую Латвию. Айнер Шлессерс вдоволь наговорился об однополых браках. По его просьбе Янсенс на заседание фракции приходил дважды. Господин Янсен четко сказал, что он публично готов поддержать именно традициональные ценности, то есть семью, которая является соединением между женщиной и мужчиной, чтобы не было так, что две женщины или два мужчины тоже могут являться семьей. За несколько дней до этого Янсенс в одном из интервью утверждал обратное, мол, если Европа попросит, он не будет против однополых браков. Но это его способность к резкой перемене мнения в угоду нужной аудитории. Обратили внимание политики из единства. Тем не менее, Янсенс заручился поддержкой и депутатов из объединения за хорошую Латвию и стал очевидным лидером. Накануне голосования у него 59 голосов, у Аниты Ковалевски всего 41. В день голосования театр продолжается. Пока соперники сидят рядом и спокойно перешептываются, политики соревнуются в красноречии. Голосование тайное, а значит, возможно, сюрпризы. Масло в огонь подливает компромат о суровом нраве Янсенца. Два года назад он возглавлял секретариат министра электронных дел и якобы запер одного из своих подчиненных в кабинете, пока тот не подписал заявление об уходе по собственному желанию. Янсен все отрицает. За него заступаются центристы и зеленые. Ну, всегда есть мнение, что нужно, наверное, искать такие-такие-такие острые вопросы. Ну, не нашли ничего такого насчет Янса. Нашли, но только то, что, ну, нашли. Но я думаю, что это не такие поводы, чтобы за него не голосовать. Что касается закрытия и наведения дисциплины в веренных войсках, то вот мне, как большому демократу, одновременно руководителю очень сложных, активных, ярких, много людей, мне очень понятна его позиция с тем, чтобы добиться нужного решения не только для коллектива, но и для того нашкодившегося сотрудника. Без судилищ, без потом компенсации и без много чего. К общему удовлетворению. Я поддерживаю такие отношения между подчиненным и руководителем, где оба находят компромиссное решение. Способы бывают разные. Оба политика уверены, компромат на Янсенца – это происки единства. В отмеску они поливают грязью Ковалевскую. Кто ищет, тот найдет. Мы не искали в запихленных шкафах, не взяли какие-то третирадии с 11 класса, не смотрели, что делалось в вузах, когда училась Ковалевская студентка. Я расцениваю, как грязная, грязная, нечестная игра со стороны единства. Они, если бы было наоборот, ну, представьте себе, мы выдвинули бы вот эту Ковалевскую, то они бы наверняка были бы грязные компании, что на самом деле она живет непонятной личной жизнью, что она на самом деле была спонсором единства на выборах, что она агитировала за это, что она там живет в непонятных отношениях с иностранцем, который наведывается и связан, допустим, с какими-то другими службами, ведомствами. Народная мудрость гласит, лучше не знать, как делают колбасу и политику. Следуя ей, некоторые опытные юристы просто отказались идти в омбудсмены. Сами депутаты признают политические распри вокруг этого поста разрушили романа Апситеса. Утверждая прошлого омбудсмена, никто не сомневался, что у романа Апситеса самая лучшая репутация. К сожалению, вы видели, что с ним сделали. В том числе некоторые из тех, кто сейчас сидят в этом зале и агитируют за одного или другого кандидата. Фактически романа Апситеса смололи в муку, как правозащитника. И ему не помогли ни репутация, ни высокий юридический профессионализм. Депутаты выстраиваются в очередь. Бюллетень они заполняют в специальных кабинках. Вот такие вот кабинки для голосования для депутатов. Очень хорошая возможность скрыться и от острого глаза партийного руководства, и от собственной совести. После сегодняшних выборов омбудсмена в Сэме снова начались дебаты о том, что от таких тайных голосований надо было бы отказаться. Но парламент пока к этому не готов. По одному депутаты выходят из закрытой двери. Скажите, как вы проголосовали? Конечно, я проголосовал за самого сильного кандидата, это за Ковалевского. Вы считаете, что депутаты имеют право проголосовать так, как они думают? Я думаю, что да. Я думаю, перебежчики будут. Скажите, пожалуйста, как вы проголосовали? По совести. По совести? Да, естественно. 53 голоса за Янсенса, 39 за Ковалевску. Четыре бюллетеня признаны негодными. Депутаты так и не научились голосовать. Основная ошибка – это та, что отмечают крестиком только в графе «за». И только поддерживают депутата. И забывают заполнить и графу «против», напротив другого депутата, которого не поддерживают. Но четыре бюллетеня таких. В одном бюллетене, правда, было за обоих депутатов. Это, опять-таки, исключается вот такой вариант. Заваленный цветами новоизбранный правозащитник умырачен и немногословен. Главное сейчас поставить ТСИП-серкс на ноги и найти диалог между обществом и политиками. Спасибо. Нет, конечно, я не расстроена. Я желаю удачи новому омбудсмену Юрию Сеянсену. Скажите, как вы думаете, почему все-таки его выбрали, а не вас? Это политическое решение или все-таки… Ну, мне трудно сказать, это вам надо спрашивать у политиков. Оппозиционеры говорят, в провале своего кандидата единство виновата само. Если это уж так важно для государства, как они, вот, всякие партии, премьеры считают, то почему же они не выбрали кандидата уже два месяца заранее, они говорили со всеми партиями оппозиции и с нами тоже, а своего кандидата показали в последние часы, просто перед окончанием этого срока. Я думаю, что это немножко такое двуличие, что, в принципе, не очень так хорошо выглядит. Лидеры единства поражения не признают. По их мнению, проигрыш на выборах омбудсмена – это еще не повод для развала коалиции. Не сейчас, не летом, после принятия поправок к бюджету. Зеленые крестьяне им поступили как минимум некорректно. Я все-таки там усматриваю нарушение коалиционного соглашения. Но я хочу подчеркнуть, что коалиция будет продолжать работать, несмотря на то, что у нас разные понятия в вопросах о том, что такое правовое государство. Товарищи по коалиции открыты для предложений, в том числе и в контексте выборов президента. Да ведь можно только на тех, которые позволяют это делать. Но мы не такие, чтобы нас кто-то давил. Мы сами имеем свои решения, свои головы будем действовать так, как мы и решили. Если будет кандидатура завтра, если, наверное, появятся еще какие-то другие кандидатуры, мы всегда будем сравнивать, кто лучше другого, не из-за того, что вот сейчас мы будем сказать, он плохо работал в этом поприще. Мы говорим, вот этот лучше, наверное, кандидатура, потому что у него так, так, так. Я думаю, что такая должна быть дискуссия, такая риторика должна быть. Центр согласия раскрывает карты. Без наших голосов президент избран не будет. Вы кого будете выдвигать? Без наших голосов, без центра согласия больше никто, никакие посты в этой стране занимать не будет. Мнения экспертов разделились. Единство проиграло бой, но не битву. Уверены одни. Коалиция – это не любовная история. Это история совместного расчета, где обе стороны знают, почему они в этой коалиции и какие они блага от этого имеют. То, что трещина может быть любой шаг, менее значимый, чем избрание омбитсмена, это знают все, что могут быть самые мелкие вопросы, из-за которых может обвалиться правительство. И могут быть, опять же, очень серьезные вопросы, которые должны обвалить правительство, и компромисс находится. Потому что обе стороны коалиции знают, почему они в этой коалиции и что они будут терять в случае, если эта коалиция развалится. На этот момент, я думаю, что она не будет разваливаться, потому что и единство, и зеленые крестьяне понимают, что на нынешний момент политически эта коалиция для них самая выгодная. Это просто провал для единства. И они серьезно должны задуматься над вопросом, как эта коалиция будет существовать дальше. То, что это означает какой-то, ну скажем так, близкий конец нынешнего правительства, я думаю, что нет, у нас такие полуразвалившиеся коалиции могут существовать очень долго, без каких-то серьезных проблем. Другие предупреждают, выборы омбудсмена – это первый звоночек, предупреждающий о возможной смене правительства. Это зависит от того, является ли случай с утверждением Янсенца просто отдельным эпизодом, или это уже фрагмент какого-то более масштабного бартера между Центром Согласиями и Зелеными Крестьянами, который начинается сейчас и может заканчивается выборами президента, и потом новым правительством, когда они будут знать наверняка, что выдвинут одного из них на пост, премьер-министр, новый президент. Так что да, там есть место для теории заговора, многоходовых комбинаций. Если речь идет о заговоре, то центристы и Зеленые схемой совместного голосования воспользуются еще не раз. Выборы правозащитника доказывают – этим двум партиям вполне под силу дирижировать и выборами президента. Но чтобы достойно завершить игру, подчеркивают эксперты, партиям нужно договориться об общем премьере, а с этим могут возникнуть сложности. Электорат у Центра Согласия и Союза Зеленых и Крестьян все же разный. Скирман Табачута, Вита Еленина, Диана Спыну, Алексей Новак, Отто Элс, телекомпания ТВ5. Подводя итоги интерактивного голосования, в рамках которого мы спрашивали ваше отношение к той или иной языковой акции, подавляющее большинство голосов в 2003 к этой секунде выбрали вторую позицию акция политиков Лендермана Осипова и движения «Единая Латвия». Им ближе, русскому статус госязыка, сказали те, кто позвонили на вторую позицию. 32 голоса за первую позицию и 37 за третью. Третья гласит о том, что все нужно оставить так, как это есть сейчас по части регулирования статуса для того или иного языка. Я благодарю всех, кто участвовал в онлайн-голосовании. Сегодня у православных прощенное воскресенье. От имени службы новостей я прошу прощения у каждого из вас, если словом или делом мы обидели вас, но поверьте, ничего личного. Еще отдельное прощение у объединенного эфира телекомпании ЛНТ и ТВ5 за то, что сегодня мы перетянули время прямого эфира. Мне остается поблагодарить вас за ваше внимание и пожелать побольше хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Стиль ведущих от салонов красоты Дзинтрекс 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 Дзинтрекс